Здравствуйте! В эфире ЯТВ. А это значит, вы смотрите программу о людях и делах компании «Газпром Добыча Ямбург». В студии работают Виктор Курмачев и Юлия Надрага. Сегодня в выпуске смотрите. Экология в объективах. Журналисты из Нового Уренгоя посетили заполярное месторождение. От фестиваля ли? Активисты Совета молодых специалистов «Газпром Добыча Ямбург» побывали в Сургуте. Под крылом снегохода. В газовой столице завершился сезон у снегоходчиков России. А сейчас к подробным новостям. Вчера все геологи России отметили свой профессиональный праздник. Отмечать его начали в Советском Союзе с 1966 года. В нашей стране он актуален и по сей день. В «Газпром Добыча Ямбург» есть Управление геологии, разработки и лицензирования месторождений, коротко, УГРЛМ. О буднях ямбургских геологов расскажет Нелли Хараддинова. Бригада мастера Александра Романова получает задание – обследовать объекты геолого-разведочного фонда в самой северной части Ямбургского месторождения, на Нерьяке. Часть скважин геолого-разведочного фонда ликвидированные, часть – законсервированные. От этого степень внимания геологов к ним несколько отличается. У нас задача два раза в год обследовать законсервированные скважины, раз в год – ликвидированный фонд. Около 140 скважин. Это, помимо того, что, например, план на Ямбургской геологической службе на 2017 год, около 7 тысяч исследований. Где-то 250 из них составляет объект вот этого разведочного фонда. Заодно, чтобы моторесурс экономить, мы, вот сегодня я давал задание, мы замеряем давление по наблюдательному фонду скважин. Объем работы у специалистов Ямбургской геологической службы в этом направлении постоянно увеличивается. Пробуриваются новые скважины. Так, в этом году к обследуемому фонду добавились две разведочные скважины на парусовом месторождении. Одна ликвидированная, одна законсервированная. И две на Ямбургском. То есть на пять выездов стало больше. В ближайшей перспективе освоение новых месторождений, например, Симаковского. Это новый фронт работ, в том числе и для геологов «Газпромдобыча Ямбург». До установки предварительной подготовки газа 4А мы добираемся на газели. Дальше наш путь лежит в тундру, поэтому железного коня приходится менять. Пока водитель Николай готовит технику, оператор по исследованию скважин Владимир Гапанюк рассказывает, чем они вооружились в эту поездку. Навигацию берем, бинокль берем, фотоаппарат берем, термос, чай попить берем. Вот такие. Для замеры статических параметров. Мы готовы. Пару километров едем по кустовой дороге, находим более-менее плавный съезд и сворачиваем в чистое поле. По кочкам и ухабам нас качает, как в небольшой шторм на воде. Ветер сильный, но видимость хорошая, местность знакомая. Направление движения отслеживаем по GPS-навигатору. А ведь еще даже в начале 2000-х лучшими друзьями геологов в таких ситуациях были компас и карта. Правда, если пурга, то и со спутниковой связью можно нужную скважину в беспросветной снежной мгле не найти. Приходится выезжать повторно. Случается, что и машина застревает, вызывают подмогу. Так что даже с приходом современных технологий меньше трудностей и романтики в работе геологов не стало. Все наши разведочные, большинство скважин, к ним дорог нет. И обследование у нас происходит с октября по апрель месяц, то есть зимний период. Где мы можем доехать на нашей технике, ТМ-120, Курганского машиностроительного завода. И тем самым мы не повреждаем тундру. Это не единственный экологический аспект в деятельности геологов. Так, например, на действующих скважинах, оборудованных телеметрией, они проводят газодинамические исследования без выпуска газа в атмосферу. Нам, правда, в данной поездке наблюдать за этими работами не довелось. В плане на день у нашей бригады – обследование двух разведочных и одной наблюдательной скважин. Вот перед нами сейчас скважина стоит законсервированная. Значит, обследуем визуально. То есть пропуск флюидов, то есть флянцевые соединения. Так вот могу вам показать по фитингам, где могут происходить утечки флюида. Флюид – это, то есть газ или какая-то газоконденсатная смесь. И это мы все фиксируем как визуально, так мы записываем в тетрадь. И еще, чтобы лучше было наглядно, мы фиксируем на фотоаппарат. Несмотря на кажущуюся простоту действий, эти работы нельзя причислить к разряду легких. Связано это зачастую с сложными метеоусловиями и рельефом местности, которую приходится пересекать. На наблюдательной скважине Владимиру Яковлевичу довелось поработать и лопатой, откапывая вентили. Здесь наша бригада выполнила замеры устьевого давления образцовым манометром. Разведочные, наблюдательные, эксплуатационные, строящиеся и ликвидированные. На Ямбургском месторождении тысячи скважин, и все они находятся под пристальным контролем геологов «Газпромдобыча Ямбург». Оказавшись около одной из таких, одиноко стоящих посреди тундры скважин, в очередной раз убеждаешься, что северную правду бескрайней. И нет здесь конца и края для деятельности тех, кого по праву называют первопроходцами. На сегодня полевые работы выполнены. Небольшой перекус прямо в машине, потому что время обеда уже прошло, а до поселка еще далеко. И в обратный путь. Нелли Халюдинова, Денис Коурдаков, Ямбургское месторождение. К другой теме. В рамках проекта «От чистого промысла к чистой планете», посвященного Году экологии, был организован пресс-тур для работников муниципальных и окружных средств массовой информации. Наши коллеги посетили заполярные месторождения, познакомились с организацией производства в «Газпромдобыча Ямбург», оценили технологии и мероприятия, направленные на снижение экологических рисков. Тему продолжит Алексей Базарнов. В год экологии журналистов, посетивших заполярное месторождение, прежде всего интересовали мероприятия, разработки и технологии, отвечающие современным требованиям сохранения качества окружающей среды. На газовом промысле 1В им продемонстрировали компрессорную установку газов выветривания. Ими оснащены все волонжинские промыслы заполярного. Предприятие «Газпромдобыча Ямбург» одно из первых применило технологию утилизации газов выветривания. Благодаря ей метан, который мог бы поступать в атмосферу, компримируется, очищается и вместе с основным потоком газа подается в межпромысловый коллектор. Среди дочерних обществ «Газпрома» «Газпромдобыча Ямбург» лидирует не только в добыче углеводородов, но и в природоохранной деятельности. Сама организация не только много газа и добывает большие объемы, но и внедряет, как было уже сказано, наилучшие доступные технологии. В частности, то, что мы сейчас видим, вот газ выветривания, который был продемонстрирован, он входит в тот самый перечень наилучших доступных технологий, которые сейчас в ближайшее время у нас будут приняты в России. Соответственно, и это не единственная технология, которая относится к категории наилучших доступных, которая применяется в «Газпромдобыче Ямбург». На газовом промысле 1С журналистов познакомили с технологией сбора, очистки и закачки сточных вод в поглощающий горизонт. «Газпромдобыча Ямбург» – одно из первых дочерних обществ «Газпрома», которая внедрила данный метод утилизации промышленных и хозяйственно-бытовых стоков. Благодаря этой технологии не только снижаются экологические риски, но и экономится газ, ведь по старинке отходы сжигались на факеле. «Здесь я нахожусь не в первый раз, каждый раз приезжаю. Меня удивляет масштаб компании «Газпромдобыча Ямбург». И в этом году, вот сейчас мы здесь находимся, очень впечатляет, что, так как президентом обвелим год экологии, и компания уделяет такое внимание, и это очень важно». «Что касается экологии, то цифры, которые были озвучены, что только «Газпромдобыча Ямбург» в этом году потратила или собирается потратить около двух миллиардов, что совершенно сопоставимо с тем эффектом, который это будет приносить окружающей среде и общество, которое делает столько для защиты ее и для экологической безопасности. На базе управления технологического транспорта и специальной техники гостям Заполярного продемонстрировали передвижную автомобильную газозаправочную станцию. С 2014 по 2017 годы «Газпромдобыча Ямбург» обновила 282 единицы подвижного состава за счет автотранспорта, работающего на газомоторном топливе, то есть метане. «Он экономичнее, дешевле, плюс это же экологически чисто». Переход на газомоторное топливо – одно из стратегических направлений «Газпрома». В «Газпромдобыча Ямбург» на газе работают легковые и грузовые автомобили, пассажирские автобусы, спецтехника. Постепенно весь подвижной состав перейдет на этот вид топлива. Это всегда первоочередная задача у окружных властей. Это обязательно сохранение вот этой хрупкой северной природы, безусловно, поддержка в ореоле вот этой вот северной флоры и фауны, достойного проживания коренных народов севера, аборигенов. И это обязательно идет в тесной связке, взаимодействии обязательно с ПАО «Газпром» и с теми предприятиями, которые ведут добычу, разработку и бурение на месторождениях Ямальской территории. Современное производство идет по пути усложнения технологий. За последнее десятилетие степень автоматизации в добыче, подготовке и транспортировке углеводородов многократно возросла. Вместе с тем увеличилась экологизация производства – инструмент обеспечения экологической безопасности и достижения устойчивого развития производственной системы. Алексей Базарнов, Сергей Овсянников, «Заполярное месторождение». Недавно команда из Совета молодых специалистов «Газпромдобыча Ямбург» побывала в Сургуте. Там проходил третий фестиваль работающей молодежи, посвященный десятилетию общества «Газпромпереработка». Три и десять цифры для фестиваля не случайные. Участвовало десять команд, в каждой по десять человек. А соревновались они в трех направлениях – интеллект, творчество и спорт. Видеоотчет с этого мероприятия – вашему вниманию прямо сейчас. Прямиком с поезда в автобус, затем в гостиницу и практически сразу на репетицию. Одно из заданий организаторов – визитная карточка на тему «Не с пустыми руками». По сути, похоже на КВН-овское приветствие, приветствуется юмор. А вы слыхали новость? К нам в «Газпромдобыча Ямбург» Танил Козловский устроился. Как? Он же актер. Вот я говорю, как какой-то там актер устроился в «Газпромдобыча Ямбург». Десять молодых специалистов «Газпромдобыча Ямбург» назвали свою команду «Червонец». Собственно, «Червонец» и стал подарком на десятилетие «Газпромпереработки». Долголетие вам и процветание! С любовью, «Газпромдобыча Ямбург»! Поздравительно-юмористическую эстафету подхватили и другие команды. Одна из них в качестве презента организаторам подарила танец «Маленьких лебедей» в исполнении «Лебедей больших». Было весело, иногда смешно, иногда забавно, в общем, по-разному. Ямбургская команда – первооткрыватель. Именно ей выпала честь выступить в самом начале концерта. Минус заключается в том, что действительно сложно выйти сразу на неразогретый зал. Плюс заключается в том, что если твоя визитка хороша, остальным выступать сложно после тебя. То есть, как бы, такая палка о двух концах. Следующее задание – выставка-презентация на тему «Будем знакомы». Необходимо представить материалы, отражающие деятельность молодежи предприятия за прошедший год. Команда выбирает спикера, который подкрепляет свой рассказ тщательно подобранными слайдами. Формат нашей экспозиции – инфографика мемов. Презентация емкая и лаконичная, выполнена в стиле «Минимализм». Привезли тубус, в тубус положили плакаты, привезли вот эту чудесную штуку. А потом, когда приехали, узнали, что у них тоже есть такая же штука. Вот единственное, что меня расстроило в этом фестивале, в том, что я зря вез вот эту штуку из Нового Рингоя. А так, четкий фестиваль. Задание следующее – фотокросс. Нужно сделать серию фотографий на тему «Сургут запомнит нас такими». Критерии оценки – оригинальность и творческое решение. Основная идея снимков нашей команды – фотостереотипы. Интеллектуальное направление фестиваля было представлено играми «Квиз» и «Что, где, когда». Ямбурский червонец разменялся на две команды по пять человек и начал уверенно отвечать на вопросы. Простые и сложные. В этом городе находится мост «Золотые ворота». Вопросы газпромовским знатокам задавал чемпион мира по брейн-рингу, участник телевизионной версии игр «Что, где, когда», а по совместительству член жюри фестиваля Андрей Супранович. Свои песни он сожалел, что день рождения лишь раз в году. Все обсуждения шепотом, мобильные телефоны и прочие гаджеты запрещены. Только ручка и бумага, логика и эрудиция, интуиция и концентрация. Команда должна в первую очередь сыграна быть, ну, как бы, определенное количество игр сыграть. И, ну, кто-то, да, в хорошей какой-то своей области. И лучше так. Команда «Червонец»! «Газпром» – «Добой» – «Ямбург». Спортивное направление представлено подвижными играми под названием «В десяточку». Это серия эстафет на силу, сноровку и выносливость. Задание первое – ловкий теннисист. И на старте наш ловкий теннисист Александр Норко. А вот эстафета, победа в которой напрямую зависит от клюшек. Наши клюшки с заданием справились. Эстафета – баскетбольная лихорадка. Уверенно забрасывает мяч в корзину. Майкл Джордан команды «Червонец-Буллс» Азалия Гайсина. По сумме баллов за семь эстафет команда «Червонец» набирает 26 очков. И это отличный результат. У нас просто очень сплоченная команда. Мы и в интеллектуальных играх, я считаю, молодцы, и в спортивных, и в видеоконкурс визитка. В общем, я считаю, чтобы все ребята справились со своими поставленными задачами на все сто. Переходим к самой приятной процедуре – церемонии награждения. За творческое и спортивное направление команда молодых работников «Газпром Добыча Ямбург» получает два бронзовых диплома. И это если учесть, что подобный фестиваль для нашей команды – первый. Все здесь больше, чем родня. Все они часть меня. Мы вместе фестиваль. Мы все росли от года в год. Удивительный народ. И этот стайл не по меня. Всегда он будет для меня. Мой первый фестиваль. Мой первый навсегда. Мой команды города. Сной я вернусь сюда. Постараются вернуться. Виктор Курмачев, Алексей Переведенцев. Сургут. Специально для ЯТВ. И в продолжение темы. В рамках фестиваля проходил конкурс «Видеодосье». Тема «Великолепная десятка». Необходимо было снять пятиминутный ролик юмористического содержания о совете молодых ученых и специалистов общества. Редакцией ЯТВ был создан видеоролик. Он занял на конкурсе второе место. Смотрим. Смотрим. «Великолепная десятка». Молодые специалисты и инициативные работники. Кто хочет поработать? Я! Подождите. Поговаривают, что в русском толковом словаре «Даля» напротив слова «Инициатива» размещена фотография председателя СМУС Александра Норки. Он настолько инициативен, что свою будущую дочь собирается назвать «Инициатива». «Инициатива» и «Инициатива» Александровна. Молодые специалисты – активные общественники. А это Шура. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. Ты настоящий общественник, если знаешь, что это слово пишется с двумя «Н», если свидание с девушкой ты согласовываешь через осуд, и если самое страшное ругательство для тебя – индивидуалисты. Молодые специалисты – изобретатели. Ты такую машину сделал? Угу. У меня вот тоже один такой был. Крылья сделал. Молодые специалисты «Газпром» добыча «Ямбург» уже изобрели айфон 17 и теперь просто ждут, когда до него дойдет очередь. У членов СМУС в тысячу раз больше рационализаторских предложений, чем в лексиконе Бузовой сложно подчиненных. Симпатизирующий «Ми» ему симпатизирующий «Ми» Молодые специалисты – спортсмены. Вы из какого общества, ребята, добылизируете? А что «Динамо» бежит, все бегут. Ходят слухи, что именно молодые специалисты придумали спорт. Вероятно, распускают эти слухи тоже молодые специалисты. Спорт и молодые специалисты – это такие же неразделимые понятия, как «братья Запашные» и «Тигры», «Юрий Куклачев» и «Кошки», как Алексей Панин и «Собака». Молодые специалисты – пейнтболисты. Вот что, ребята, пулеметы я им не дам. Главное оружие молодых специалистов – это красноречие. С его помощью они смогут загнать в краску любого. В сборная «Газпром» добыча «Ямбург» по пейнтболу желанные гости на любой дагестанской свадьбе. Молодые специалисты – участники речного сплава «Яхо-марафон». У нас в деревне мальчик тоже плавал, плавал и утонул. Берем, потому что... Молодые специалисты, участвующие в «Яхо-марафоне», разбились на байдарочников, ведущих байдарочников и байдарочников четвертого разряда. Молодые специалисты – участники научно-практических конференций. Какая тема вашего визита в США? Это конференция по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ. Наши молодые специалисты обожают научно-практические конференции. Там есть возможность поговорить в микрофон, посидеть с серьезным лицом в зале и даже пожать руку дяденьке в пиджаке. Научно-практические конференции в Ямбурге собирают молодежи больше, чем ругаются в «Пусть говорят». Товарищ адвокат! Адвокат! Молодые специалисты самостоятельно изучают английский язык. Девушка! Чувиха! Английский! Ну! Дёрл! О, еф, еф, дёрл! Наши молодые специалисты настолько свободно владеют языком, что перевели на английский припев песни Льва Лещенко «Прощай». Было «Лай-ла», «Ла-ла-ра-ла-ра-ла-ла-ла-ла-ла». Стало «Лай-ла», «Ла-ла-ра-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Молодые специалисты – участники туристических мероприятий. Я вас приглашаю в воскресенье за город на пикник. Люди, которые заблудились в лесу, собираются вместе, делятся на команды и участвуют в турслете. Как понять, что член СМУЗ – турист? Очень просто. В его рюкзаке помимо соли и спичек еще и общественная нагрузка. Молодые специалисты – участники акций «День донора». Крови много слишком, а? Не люблю я, когда много крови. Человек, которому перелили кровь члена СМУЗ, стал победителем шестой научно-практической конференции. А до этого блогером был. А сейчас к теме спорта. В минувшие выходные в Новом Уренгое состоялся заключительный этап чемпионата и первенства России по кроссу на снегоходах. Кроссмены спортивно-технического клуба «Ямбург» в этом сезоне в числе фаворитов соревнований. Удалось ли им сохранить лидерство? Подробности в сюжете. На торжественном открытии встретились и спортивные клубы из Тюмени, Ярославля, Надыма, Муравленка и три новоуренгойских клуба, среди которых выделяется большая команда снегоходчиков СТК «Ямбург». Позади три непростых этапа в разных городах. Чтобы остаться в лидерах, нашим спортсменам пришлось попотеть, пройти через физические и технические испытания, особенно на третьем этапе в городе Муравленка. Трасса была сделана на озере. Озеро просто провалилось. Снега нет, вода, ямы с воды. И у нас даже Хункаев Влад въехал в яму, и у него оторвало двигатель с подушек, вырвало. И он не смог закончить гонку, а это сход, а он в основной команде. Это для нас сыграло злую шутку. И в него еще уперся, в эту же яму уперся Санин. Сегодня юноша СТК «Ямбург» свой шанс не упустили. Трасса хорошая, и в их руках возможность вернуть потерянные очки. После старта они оказались в выигрышном положении и смогли удержать лидирующие позиции до конца заезда. Вот финиширует юноша, и все три победные ступени этого этапа достаются СТК «Ямбург». В личном зачете на первом месте Михаил Колигов, на втором Константин Санин и замыкает тройку Максим «Ямбург». Этот сезон для меня довольно успешно складывается пока, что будем надеяться. Но помогает как-то, что я, не знаю, постоянно думаю о гонке, стремлюсь к победе. Ну, продумываюсь до мелочей. Первые круга 4-5 прям вплотную ехали, а уже к концу заезда я оторвался на… ну, оторвался. Настоящий поединок разгорелся в классе взрослые. Впереди два многолетних и сильных соперника – наш Дмитрий Скляров и тюменский Евгений Марчученко. В этот раз спортсменов отделяют несколько очков, и Скляров пока уступает. Кричать уже не кричим, уже привыкли как-то. Так, смотрим, болеем, переживаем. Дмитрию удалось выиграть два заезда. На этом этапе он выступил как настоящий боец. Однако по итогам чемпионата Скляров все же уступил Марчученко два очка и стал серебряным призером Кубка России. Если я могу бороться за лидирующие места, так мне нужно по-любому приезжать первым. То бишь у меня одно место, как бы второе, третье, оно тоже хорошо, но в моем случае оно уже не так хорошо, как бы. Ну и на это тоже давит все равно немножко, потому что ты можешь выиграть, и тебе нужно это сделать. И не важно, там уже почему ты это не смог сделать, либо еще что-то. Несмотря на серебро Дмитрия, команда СТК Ямбург этот сезон заканчивает успешно. Первое место у нашего клуба в личном и командном первенстве класса юниоры. И второе место в личном и командном зачете класса взрослые. Юлия Надрага, Алексей Переведенцев, Новый Уренгой. Продолжаем выпуск. И сейчас еще о некоторых событиях в коротком обзоре. В поселке Гассале торжественными мероприятиями отметили профессиональный праздник геологов. Именно там, 55 лет назад, произошел выброс газового фонтана, известившего мир о полярных запасах углеводородов. Десятки приглашенных геологов, буровиков и газодобытчиков в прошлом работников Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции возложили цветы к мемориалу первооткрывателя. Собственно, благодаря им Гассале, в переводе с ненецкого означающий «газ на мысу», существует и по сей день. Торжественная часть праздника продолжилась культурной программой, которую гостям подарили местные артисты. Вместе с Тазовским жители двух национальных поселков продолжают питаться энергией недр, обнаруженной геологами полвека назад. А компания «Газпромдобыча Ямбург» – почетный гость праздника – бесперебойно выполнять начатое дело. Вкладывая в геологоразведку, добиваться прироста и снабжать углеводородами потребителей в глобальных масштабах. За последние, наверное, четыре года нам было закончено несколько глубоких поисково-оценочных скважин. Подтверждены залежи полезных ископаемых в уже существующих месторождениях. Открыто семь новых залежей. И прирост за последние где-то четыре года составил около ста миллионов тонн условного топлива. Четыре молодых специалиста «Газпромдобыча Ямбург» вернулись из Архангельска, где приняли участие в Международном образовательном форуме «Арктика сделана в России». Туда пригласили ученых и работников, которые заняты изучением арктических регионов. Кроме 180 представителей российской науки, на форум приехали гости из других арктических стран, а также Италии, Германии и Китая. Большой предварительный отбор в Новом Уренгое прошли Александр Норко, Дамир Халиулин, Герман Кудияров и Рауль Еркеев. На форуме они задавали вопросы известным политикам, ученым, а еще в своих командах создавали проекты для потенциального развития Архангельской области. После этого представляли коллективное творение уже на сцене. Принимаем внимание, что в Архангельске нет перспективных разведанных месторождений нефти и газа. Мы предложили отталкиваться от соседних регионов, в том числе и нашего. Наш форум проходил в рамках большого форума «Территория диалога», на который приезжали президенты Финляндии, Исландии и выступал Владимир Владимирович Путин. В поселке Тазовский завершился день оленевода. Яркий и национальный праздник отмечали несколько дней. Самые зрелищные мероприятия прошли на льду реки Таз. В этом году вместе с традиционными гонками на оленях упряжках, борьбой и метанием аркана, спортивный дух на площадке увеличился за счет включения в программу новой дисциплины – стрельбы из лука. К профессиональному охотничьему инвентарю с детства знакомому каждому нянцу быстро приспособились не только мужчины. Женщины, кстати, также уверенно управляли и нартами, сохраняя нужный вектор своевольных оленях упряжек. Общество «Газпромдобыча Ямбург» среди крупных топливно-энергетических компаний района очередной раз пополнило парк снегоходов оленеводческих бригад, не забыв про бензопилы и другие необходимые в быту вещи. Вместе с деньгами на новые дома и благотворительность – это большой вклад в развитие инфраструктуры Тазовского района. Были перечислены порядка 5 миллионов рублей для приобретения жилья тундровикам. Ну и планируется перечисление еще порядка 10 миллионов рублей тоже для помощи, для строительства жилья. Ну и «Ямал потомков». В Ямбурге прошла третья спартакиада управления геологией, разработки и лицензирования месторождения общества «Газпромдобыча Ямбург», посвященное Дню геолога. Специалисты заполярного подразделения ввиду большой удаленности и невозможности надолго покинуть рабочее место не смогли принять участие в этих соревнованиях. Дыновуренгойцы приехали в вахтовый поселок минимальным составом. Каждый участник – универсальный спортсмен, который может и дротики метнуть, и на волейбольной площадке отличиться, и гол забить. В Дарце первое место осталось за принимающей стороной. А вот в игровых видах спорта верх взяли гости. В итоге геологи Новуренгуя и стали победителями праздничной спартакиада. Данная спартакиада у нас уже стала ежегодной, то есть она третья у нас. Мы придумали, скажем так, приурочили к Дню геолога и популяризируя спорт, были выбраны изначально три основные вида спорта. Это дартс, волейбол и футбол. Каждый год мы меняем, скажем так, виды спорта. В прошлом году у нас был добавлен баскетбол, в этом году мы планировали плавание, но в связи с объективными причинами плавания было убрано. Поэтому у нас остались, скажем так, самые популярные виды спорта. Дю США Ямбург организовала открытый турнир по настольному теннису под названием Ямбург Оупен. Он проходил спорткомплексы общества в Новом Уренгое в течение трех дней и собрал участников из Муравленка, Надымского района, городских спортшкол «Юность», «Газпромдобыча Уренгой» и «Хозяев площадки». Всего около 90 спортсменов. Воспитанники нашей Дю США показали стопроцентный результат. Они стали победителями в возрастной группе 2002-2005 годов рождения и в группе 2006 год и младше. Юноши, девушки, парны и смешанные разряды. Во всех этих категориях Ямбург оказался недосягаемым для соперников. Мы стараемся, чтобы в неофициальных турнирах у нас хотя бы раза два в месяц проходили соревнования. Ну, а официальные турниры у нас практически проходят каждый месяц. Любой турнир – это проверка своих сил, своих возможностей. И любой турнир заменяет очень большой тренировочный процесс. То есть, чем больше соревнований проходит, тем выше уровень игроков. На этом наш выпуск завершен. А этой предыдущей программы смотрите в сети интернет и на нашем канале в YouTube. Ссылки на экранах. В студии работали Виктор Курмачев и Юлия Надрага. До скорых встреч в эфире Я-ТВ. До свидания.